Атакмс расшифровывается как армейская тактическая ракетная система. Ее называют американской тактической баллистической ракетой малой дальности. Серия 610 класса Земля-Земля. Производит ее компания Lockheed Martin. Ракеты Атакмс предназначены для использования с ракетными системами М142 Хаймарс, М270 МЛРС, Марс-2 и других модификаций. Оперативно-тактическая ракета Атакмс совершает свой полет так называемой полубаллистической траектории, когда ее начальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной жесткой траектории, а весь последующий полет после достижения апогея происходит в управляемом режиме. Управление ракетой осуществляется с помощью аэродинамических рулей по сигналам от бортовой системы управления, которая непрерывно определяет предполагаемую точку падения и производит соответствующие команды для ее сочетания с целью. Американская компания Lockheed Martin наращивает производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем Хаймарс на фоне успешного использования этих систем украинскими военными в своей освободительной войне. По всему миру настоящий бум на эти системы. Только польский заказ составляет 500 мобильных реактивных систем М142 Хаймарс. Компания уже приняла меры по ускорению производства новых пусковых установок на фоне высокого спроса и инвестирует сотни миллионов долларов, чтобы ускорить работу подрядчиков по производству Хаймарс. Для этого Lockheed Martin модернизировал предприятие в штате Арканзас, а сотрудники работают сразу с несколькими высокотехнологичными линиями. Если до 2022 года только специалисты слышали о реактивных системах залпового огня Хаймарс и МЛРС, то сегодня эти названия знают по всему миру. Однако М142 Хаймарс, М270 МЛРС, Марс 2 – это только стартовые платформы, пусковые установки для реактивных снарядов и тактических ракет Атакмс. Заглянем в историю создания этих ракет. Первые ракеты семейства оперативно-тактического комплекса Атакмс появились в конце 80-х годов прошлого века, и за это время проект высокоточного оружия обогатился несколькими модификациями и вариантами, которые можно разделить на три типа. МФМ – неуправляемые ракеты дальностью до 45 километров, калибр 227 миллиметров, вес боевой части 150 килограммов. МЛРС, управляемые ракетами с GPS-коррекцией дальностью до 80 километров, калибр 227 миллиметров, вес боевой части 90 килограммов. Такие США передавали Украине с 2022 года. АФОМ – ракеты, превращающие реактивные системы залпового огня, в ракеты оперативно-тактического комплекса, дальностью 140-300 километров, калибром 610 миллиметров, вес боевой части до 560 килограммов. МЛРС, получаемые Украиной, имеют два основных недостатка. Относительно небольшой вес боевой части, и также относительно небольшое количество. По данным производителя, компания Lockheed Martin, к 2021 году производилось в среднем около 3000 ракет ГМЛРС в год. В 2022 году было заказано 9000 штук. Текущие же потребности Вооруженных сил Украины иногда составляют до 100 ракет ГМЛРС в сутки. Вес боевой части в 90 килограммов также ограничен в применении, и позволяет уничтожать только склады боеприпасов и командные пункты, но неэффективны против капитальных сооружений и зданий. Все эти проблемы решаются применением баллистических ракет АТАКМС, имеющих гораздо больший вес боевой части в 227 килограммов, дальность 300 километров и точность 3 метра. Кстати, баллистическая ракета АТАКМС на самом деле квазибаллистическая, ведь она помимо движения по баллистической дуге, по пути к цели способна корректировать курс, выполняя серию быстрых поворотов. Благодаря этому в армии США такое оружие получило название «маневренная ракета». В 2023 году в США на вооружении находятся несколько вариантов ракет, которые имеют общее название АФОМ – семейство боеприпасов АТАКМС. Кроме того, разработка некоторых вариантов прекращена по разным причинам, а разработка других продолжается. Основные отличия АФОМ заключаются в типе и весе боевой части, системе управления, дальности и точности. Для унификации использование стартовой платформы для всех боеприпасов – общие габариты. Количество ступеней 1. Длина ракеты 3,96 метра, кроме МГМ-168, длина которой составляла 4 метра. Диаметр ракеты 61 сантиметр. Размах крыльев 1,4 метра. Все они относятся к кассетному типу, кроме вариантов, с осколочно-фугасным зарядом. Одна инерциальная система наведения использовалась только в базовой модели МГМ-140. Последующие разработки дополнялись системой глобального позиционирования GPS, благодаря чему точность увеличилась от 225 метров до 10-50 метров, а у М-48 и М-57 до 3-10 метров. В АТАВС используются два типа боевой части ракеты – осколочно-фугасная и кассетная. Кассетно-полезная нагрузка может насчитывать 275 или 950 боевых элементов М-74 АПАМ, антиперсонал, антиматериал. Или 13 или 6 самонаводящихся элементов, соответственно, БАТ или ПИБАТ. Последние предназначены для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей. Субой припас «Бомба» М-74 АПАМ представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При попадании в цель, каждый субой припас разрывается на большое количество стальных фрагментов, эффективно поражающих цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства, самолеты и вертолеты на открытых стоянках и радарные антенны. Радиус поражения живой силы 15 метров. Этот боеприпас неэффективен против бронированных транспортных средств. Все модели ракет обладают твердотопливными двигателями, в зависимости от веса боеголовки, эффективная дальность действия которых примерно от 165 до 300 километров. Помимо оригинального названия, Министерство обороны США всем изделиям присваивает номер с буквой «М». Военная техника, вооружение, боеприпасы, принятые на вооружение в США, имеют два обозначения, под которым оружие идентифицируется в Министерстве обороны, в частности, винтовка М-16, автоматический вариант АР-15, бронемашина М-2, Брэдли, ракеты М-39, М-48 и другое. Рассмотрим модели ракеты. Ракета М-39А Атамсблок-1 МГМ-140 Имеет кассетную боевую часть, снаряженную бомбами М-74 АПАМ. Каждая ракета оснащена примерно 950 субоеприпасами М-74 и имеет дальность стрельбы до 165 километров. Первое применение этих ракет было по российской авиационной технике, складах и штабах на аэродромах в Бердянске и Луганске. Были уничтожены 6 военных вертолетов РФ в Бердянске и 5 в Луганске. А также спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов. Ракета М-39А-1 Атамсблок-1 АМГМ-140Б Представляет собой оперативно-тактическую ракету с возросшей до 300 километров дальностью полета. Увеличение дальности полета достигнуто путем уменьшения количества стальных фрагментов. Вместо 950 субоеприпасов М-74, ракета МГМ-140Б несет 275 или 300 бомб М-74АПАМ. Для повышения точности инерционная система управления дополнена подсистемой спутниковой навигации Навстар. Круговое возможное отклонение для этой модели составляет не более 25 метров. Ракета М-39А-2 Атамсблок-2 МГМ-164 Вариант на базе Блок-1, в котором полезная нагрузка заменена на 13 субоеприпасов БАТ, Брилланд-Антитанк. Крылья и стабилизатор раскрываются после разведения боевого элемента с кассетной головной частью и обеспечивают его планировку и медленную прокрутку вокруг продольной оси. Осколочно-фугасная часть оснащается комбинированной головкой самонаведения в составе ультразвукового и инфракрасного датчика в цели. В самонаводящемся боевом элементе используется кумулятивный заряд тандемного типа. Ракета М-39А-3 Атамсблок-2 Специальная модификация ракеты Атамсблок-2 Пенетратор, разработана для ВМС США, предназначена для поражения подводных целей. Ракета М-48 Атамсблок-4А МГМ-140Е МГМ-168Т-2К Блок-4 унитары создан на базе Блок-1, сохранена комбинированная система наведения, максимальная дальность 300 км, но суба и припасы М-74 заменены на унитарную проникающую осколочно-фугасную боеголовку противокорабельной ракеты Гарпун в МЭС США ВДУ-18 весом 227 кг. К 2004 году производство было приостановлено в пользу М-57, которая получила новые усовершенствованные системы наведения, новое программное обеспечение. Она способна пролетать над препятствиями и поражать цели с вертикального пикирования. Ракета М-57А-1, модернизированный ТАКМС Модификация ракеты, работа над которой началась в 2016 году. Эта тактическая баллистическая ракета имеет дальность от 300 до 450 км и включает в себя новую электронику. Ракета М-57Е-1, ракета модификации АТАКМС МОД Ракета с GPS-наведением М-57Е-1 это обозначение модернизированных М-39 и М-39А-1 с замененным двигателем, обновленным программным и аппаратным обеспечением навигации и наведения, а также боеголовкой ВДУ-18Б. Она способна пролетать над препятствиями и поражать цели с вертикального пикирования. Также содержит датчик приближения для подрыва в воздухе. Производство началось в 2017 году с первоначального заказа на 220 модернизированных М-57Е-1. Программу планируется завершить в 2024 году с внедрением ракеты Precision Streaky Missile PRS, которая заменит ракеты АТАКМС в арсенале США. Её называют корабельной модификацией ракеты, которая в настоящее время в процессе разработки и которую предполагалось применять для огневой поддержки морских десантных операций. Для запуска оперативно-тактической ракеты предполагается использовать модифицированные установки вертикального пуска МК-41, которыми оснащены крейсеры типа Тикандерога и эскадренные миноносцы типа Арли Берг. Одновременно командование в МЭС США рассматривает вариант размещения таких оперативно-тактических ракет на борту многоцелевых подводных лодок. 9. PRS-M – высокоточная ударная ракета Это новая серия ракет с GPS-наведением, которая начнет заменять ракеты АТАКМС в 2024 году. PRS-M обладает новой боеголовкой с зональным эффектом поражения и имеет радиус действия от 60 до 500 км. По результатам первых применений, с полной уверенностью можно сказать, что ракеты АТАКМС – очень важный элемент в системе вооружения Украины.